Всем привет! Вы на канале Локайт. Мы продолжаем играть в The Revolution. У нас 17 день, у нас какой-то персонаж. Давайте попросим его представиться. Кажется, на этот раз наши друзья из гвардии немного увлеклись. Мне все равно нужно его допросить. Представьтесь. Рафаэль Галуа, мастеровой, ваша честь. Вы участвовали в пропагандистской деятельности? Про-про-что? Про-пропагандистской. Иными словами, вы убеждали людей выступить с поддержкой монархии? На галлютина этого вертливого королевского прихлебателя. Да ничего такого я не делал. Я только сидел в мастерской и работал, как обычно. Что ж, ладно, давайте почитаем. Что же нам пишут? Две странички у нас. В чем обвиняется? Контр-революционные действия и апологетика монархии. Окей. Рафаэль Галуа обвиняется в заговоре против революции. В своей мастерской этот старый монархист создавал пропагандистские материалы, изображавшие чету капитов в окружении придворных и солдат. Подозрения подтвердились в начале месяца. К этому времени мастерская гражданина Галуа уже находилась под наблюдением. Тогда у нас появилась уверенность в том, что подозреваемый самолично изготовил вышеназванные материалы, для допроса был направлен переодетый офицер. Отвечая на вопросы следователя, гражданин Галуа заявил, что предлагаемым продукция носит имя шахматы, и это якобы древняя персидская игра с более чем тысячелетней историей. Правда, сплыла сразу же после того, как Галуа продемонстрировал правила этого якобы древнего досуга. В созданной им игре главной важнейшей фигурой является король. Следователь переспросил несколько раз, но каждый раз обвиняемый отвечал, что правила запрещают убирать короля. Королева, в свою очередь, сильнее всех, что вызывает возмущение. Среди других фигур рыцари, изображающие дворян, и башни, похожие на бастилию. Хуже того, партию начинает игрок, управляющий белым королем, недвусмысленно отсылающий к Людовику XVI. Ну ладно. Что у нас? Монархист, вероятно, личность ответчика. Мастерская, видимо, место преступления. Демонстрация правил, вероятно, контрреволюция? Нет. Может быть, белый король, контрреволюция? Ладно, окей. Капиты. Ой, не то. Не то, не то, не то. Куда пропали? Пропала я все. Капиты. Сейчас нужно посмотреть еще, что к чему относится. Так. Монархист. Чита капитов. Это король с королевой. Ферзь и король, точнее. Вот. Демонстрация правил, это ход событий. Вот. Разрушенная бастилия, это вообще про что? А, похоже на бастилию, это башня, окей. То есть ладьи. Разрушенная бастилия. Ну, хоть это-то контрреволюция? Да, ура. Капиты у нас, вероятно, тоже контрреволюция. Ой, контрреволюционер, прям во все поля. Ладно, начнем мы с отчета, пока ничего не забыли. Подсудимый сознался в преступлении? Нет. Его действия носили контрреволюционный характер? Ну, по моему мнению, нет. Но я так понимаю, что в отчете должно быть... Да. В чем состоит цель в шахматах? Защитить короля, я так понимаю. Ой, да. Рекламировал ли подсудимый свой магазин? Ну, сейчас посмотрим. Ладно. Что ж, начнем вопросы. Какие мы вообще вопросы можем задать? Поддерживает ли он монархию? Показывал ли он игру всем желающим? Есть ли в этой игре король и королева? Следователь сообщил нам, что некоторые из фигур похожи на башни Бастилии. Вы скрывали свою мастерскую и вы заметили, что национальная гвардия за вами следит? Ну, ладно. Думаю, что нужно спросить, скрывал ли он свою мастерскую, потому что у нас там вопрос про вывеску. Вовсе нет. Она на первом этаже и под вывеской. Дверь узкая, витрина маленькая, но зато аренда низкая. Месье судья. Это храбрость, наглость или просто глупость? Я не понимаю, месье прокурор. Я хотел привлечь покупателей. Для чего мне скрываться? Отвечай на вопрос, собачонка Людовика. Откуда у вас тонка тавана? К чему вы готовились? Готовил. Ну, я сперва вырезаю фигуры из дерева, а потом крашу их. Но в последнее время люди перестали покупать. Что вы имеете в виду? Раньше шахматы покупали в основном аристократы и духовенства. Но сейчас, очевидно, у них другие заботы. Вы это слышали? Он признался. Рекламировал ли подсудимый свой магазин? На улице была вывеска. Ну что ж, будем вытаскивать парнишку, потому что это, очевидно, абсурдное такое дело. Ну, с нашей точки зрения, может быть, у них народ как-то не понимал, что такое шахматы. Может быть, действительно не знали. Вы показывали вашу игру всем желающим? Шахматы? Это не моя игра. Ну да, я сотни людей научил играть. В картах тоже есть король-королева. И что? Суть игры в том, чтобы защищать короля? Цель игры в этом, верно. Но почему короля, а не народ? Я ее не знаю. Этой игре уже сотни лет. И вы не думали о том, чтобы ее изменить? Я тоже не знаю, как. В конце концов, я же простой ремесленник, а не. Но вы могли производить какую-нибудь другую игру, не так ли? Ну, полагаю, что так. Но я даже об этом не думал. В этой игре есть король-королева? Натурально. Кто изобретен эту игру? Я не знаю. Говорят, что это древняя персидская или индийская игра. Жет! Сторонники капитов-селжецы! Что от отца узнал, то вам и говорю. Он тоже производил эту игру? В старости. Когда ферму продал. Следователь сообщил нам, что некоторые из фигур похожи на башни Бастилии. Так и есть. Почему? Потому что для шахмат нужны туры. Фигуры в виде крепостной башни. Но почему именно в виде башен Бастилии? Я других башен не знаю. Поэтому сделал такие, какие сам видел. Прокурор дурак или слепой? Так, ну все. Его действия нет. Я считаю, что нет. Не носили они контрреволюционный характер. Все-таки. Даже если нам придется там потерять репутацию. Ну какая же контрреволюция? Алло, друзья. Оправдательный приговор. Вау. Ха-ха, ничего себе. Ну вот эти простые люди. Прямо я не могу. Такие вреднючие. Все. Невиновен. О-о-о-о. Тут же у нас другие вердикты подоспели. Эмильен Базальжетт. Инвалид войны и попрошайка. Был задержан, когда уговаривал маленькую девочку пойти к нему в подвал. Пытаясь убежать от стражника, он случайно испугал лошадь, запряженную в телегу. Животное бросилось галопом по улицу. И сильно повредило повозку. Инвалид войны и попрошайка. Маленькую девочку пойти к нему в подвал? Ну вообще молодец. Братья Во. Сухую хвою сосиски. Правда всплыла, когда один из его клиентов, Жаслен Монтей, пожаловался на странный вкус. Разверенный трактирщик в ответ стащил посетителя с табурета и вышвырнул из кабака. Ну это, наверное, не заслуживает смерти. Все. Сегодня у нас больше нет. Ну прямо вообще, смотрите, все есть. И чрезвычайные вердикты, и вот разбор дела. Не дают прямо скучать. Все. Семья признаю, Рифаэль Легалуа невиновным. Обвинения были совершенно абсурдными. Вот согласна. Сантьяра и Лизки подпевала. Мне кажется, вот этого нужно за неуважение к суду. Нет, видите, они считают, что на силе, а я считаю, что нет. Все. Простой люд недовольный, ну и что мы с ним? Ничего не поделаем. Так, тут у нас тоже ничего нас не ждет. Все. Отправляемся на карту, ну или домой. Скоро у нас еще и будет инспекция. Ну-ка. Вау. О, боже мой. Это мы? Ну, у нас же длинные, да, волосы? Ну, тут какая-то... А, это мы что-то? Это нашу жену кто-то обнимает. Голый мужик обнимает нашу жену. Вот это да. Да, они любовницы. Беатрис и дочь мэра. Ты уверен? Более чем, Алекси. Но ты правда думаешь, что нападать на его семью это правильно? Ой, нет. Фуф, это не наша жена, я просто блондинку перепутала. Это вот эти две лесбиянки. Это было просто. Показать уязвимость, заманить звоном монет. Этого хватило, чтобы он поверил в нашу дружбу. Он как животное, которое ведут на убой. Я прикончу моего друга. Друга в кавычках, конечно. И он даже не заметит ножа. Какая элегантность. Мои поздравления. Мерси. Благодарю. Декором занимался Жак Жулу. Угидавить. Он талантливый художник. Да, я слышал, что вы двое друзья и политические союзники. Сыграем. Игра в кости. Ну ничего себе. Победите соперника, набрав максимум очков. Проигрыш может навредить вашей репутации. Слушайте. Игра прямо добавляет новые механики. Постоянно, постоянно. У нас всего-то какой? 17-й день, да? И уже столько всего. Ходы. Игра длится 5 ходов. Игрок с наивысшим количеством очков побеждает. Бросьте 6 костей и надейтесь на лучший счет. Угостить выпивкой. Купите вашему сопернику выпечь, чтобы уменьшить его шансы на победу. Вы также сможете перебросить больше костей. Ага, очки ОВ, очки и влияние, да? Судья, конечно же, сыграет. Не так ли? Не показано только, сколько у нас очков влияния. С линии очков. Ну что-то да, вроде Ведьмака похоже. Ладно, бросаем кости. У нас тройка. Если вас не устраивает ваш результат, вы можете перебросить кости трижды за всю игру. Подсчет очков. Очки начисляются за выпадение одинаковых значений на кубиках. Чем выше число на кубиках, тем больше ваш счет. Ознакомьтесь с подробной таблицей и обратите внимание на особый результат. Ну это понятно, да. Так, то есть у нас 6, а, подождите, у нас две тройки, две тройки, это 60 и 3 единицы за 30, вообще без парт. То есть 90, да? А мы можем, мы все должны кости перебросить. Соперника 90. Ну да, на самом деле, даже вот выбросить пару пятерок, то будет хуже. Давайте попробуем. Ааа, можно все перебрасывать, слушайте. Ладно, это намного интереснее. Если мы выкинем вторую шестерку, даже просто. У нас, ага, нет, три кости можно перебросить. Если 6 единиц, это всего лишь 60, не имеет смысла. Ладно, мы давайте перебрасывать будем. Вот так вот, три единицы. Три единицы будем перебрасывать. Все, бросаем. Действительно, как, видимо, кей. Ага, ладно, три тройки. У-у-у-у. У него хорошие карты, у него три пары. Ну-ка, 200, Паша. У нас, конечно, есть, как бы, некоторые... О, так, три четверки и пятерка. Три четверки. Ну, это все понятно, в общем. Так, мы перебрасываем, давайте. Вот, вот это. Фигня. Что, что-то его ждет. У него шестерки и все тут. Это, наверное, он просто... Ему везет, потому что у него голова между вот этой и тех проститутошных сисек. Нам тоже такая нужна. Хм. Вот, конечно, мы перебрасываем. Давайте, шестерчик. О, о, о! Шикарно вообще упало. Ну-ка. 280. Догоняем. Нет, не догоняем, да вы издеваетесь. Чувак! Как он тут делает? Так, сейчас у нас 120. А, и мы не можем перебрасывать больше. Давайте, можно... Эти кости гремее! Но мы все равно проигрываем. Так, неплохо. Есть, есть контакт. Выигрываем. Все. Ой, плохо. Что будет переб... Победили на десятку? О, мы победили на десятку! У-у-у-у! Черт, простите, пропустила то, что он сказал. Один. Ну-ка. А, влияние наших действий в суде. Нами довольны наши люди. Ну, надо же. Вечер СМРа. А, сюжетное событие. Нельзя изменить. Все сейчас на нас еще и обидятся за то, что мы с мэром бухали в борделе. Логично, кстати. Я бы тоже обиделась быть ей женой, наверное. Его. Нет, точно обиделась бы. Бордель. Игры в кости. Ура, карта. Карту это мы любим. Так, класс. Ну, прям... Видите? Поджимаем, поджимаем. Серьезно. Класс. Так, смотрим. Сверхуранец. 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 О-о-о! Захват здания завершен. Вы захватили издательство. Новые действия помогут вам влиять на политические фракции Парижа. У нас, между прочим, 7 очков влияния. Ого! Так, накаленность у нас снижена. Где-то все небольшая накаленность. Тут мы бьемся с дипломатом. Рамель, давай-ка ты, увеличивай влияние. Нам нужно это ускорение строительства. О, заговор. Заговор мы... У нас успех-успех. Арестовать Беатрис Корон. Гвардейца Андрио устроит засаду в привычном гнездышке дочки мэра и ее возлюбленной. Беатрис арестует, и она будет ждать дальнейших событий в отдельной камере. Мари нам не пригодится. Мари – это подружка, видимо. Так, способ. Андрио арестует от того, как она пойдет на встречу с Мари. Вежливо и в соответствии с правами. Андрио устроит настоящее представление. Пусть все вокруг знают, что мы охотимся не на изменницу. Нет, я думаю, это плохая затея. Андрио должен нарисовать ее в переулке на пути к месту встречи с Мари. Спокойно и без лишнего шума. Я думаю, дипломатия – хороший способ. Тут вежливо в соответствии с ее правами. Вероятность успеха – 8%. Устраивает. Жан Луи Давид. Он у нас дипломат. Нет, не сражается. Снижает накаленность. А вот это громила, я так понимаю, да? Вражеский головорез, да. Вражеский дипломат. Вражеский дипломат. Ой, слушайте, он их где-то нанимает, похоже. Дни до инспекции 7. Издательство. Давайте посмотрим. Направить мюскадентов. Во время следующего ухода мюскаденты отправятся в ближайшую секцию врага и начнут бунт. Или патруль революционеров схватит от ближайшего вражеского агента. Ну, я что-то не помню. Да, патруль революционеров, кстати, и так его схватит. Мне кажется, так что направить мюскадентов, да, начнут бунт. Давайте, давайте начнем бунт. Ваш дом у нас не хватает очков влияния. Ну, ладно. Жан-Луи Давид еще нужно что-то. Накаленность, накаленность. Ну, маленькая накаленность. Тут вот прям накаленность у Гуго у него. Сражается. Нет, я не хочу его терять. Мне он очень нравится. Нет, тем более. Ладно, поняла. Сейчас мы просто выберем, где накаленность поснижать. Вот здесь поснижаем, например, накаленность. Все. Ну что ж, следующий день. Да, следующий день. Встретимся с вами, друзья мои. Мы уже в следующей серии. Так что не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok